Здравствуйте всем тем, кто любит кино! С вами вновь программа «Профильм» и я, ее ведущая, Дарья Александрова. Кино – одно из величайших человеческих творений, которое с каждым годом только совершенствуется. Собственно, о самом кино и его создателях, как всегда, пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Смотрите сегодня. Популярная киноэпопея «Города любви» продолжает осваивать новые географические объекты. Юэн МакГрегор снимется в фильме «Филиппа Нойса». Объявлен состав актеров дубляжа анимационного фильма «Самолеты. Огонь и вода». Популярная киноэпопея «Города любви» продолжает брать города и осваивать новые географические объекты. Признаваться в любви одному из крупнейших городов Бразилии и мира будет актер-трансформеров Джон Туртуру, но в качестве режиссера. Постановщик присоединился к проекту «Рио, я люблю тебя». Третьей части кинофраншизы и станет единственным режиссером из США, принимающим участие в фильме. Планируется, что этот киноальманах, как и остальные фильмы цикла, будет состоять из нескольких сегментов. В своем кинопризнании Джон Туртуру собирается задействовать ванной субпародии. Любовь к Рио, она такая всеобъемлющая, что поучаствовать в проекте не смогли себе отказать авторы со всего мира. Итальянец Пауло Соррентино, мексиканец Гильермо Ариага, кореец Лим Сан Су и австралиец Стефан Эллиот. Фильм «Рио, я люблю тебя» станет третьей частью проекта. В серию также входят киноальманахи о Париже и Нью-Йорке, а в разработке у продюсеров фильмы о Тбилиси, Шанхае, Берлине и Иерусалиме. Режиссер фильма «Солт» Филипп Нойс сообщил о том, что его следующим проектом станет экранизация романа «Американская пастораль». Автором этого произведения является лауреат Пуллицерской премии Филипп Ротт. Следует заметить, что этот роман пытаются экранизировать в Голливуде уже более 10 лет. По словам режиссера, главную роль в экранизации исполнит актер Юэн МакГрегор. Как рассказал Филипп Нойс, запуск фильма в производство был осложнен как раз поисками актера на главную роль. Теперь же он планирует приступить к съемкам в начале 2015 года. Юэн МакГрегор исполнит в фильме роль бизнесмена по имени Швед Лейвоу. Он выходец из еврейской семьи, считающий себя истинным американцем. Его герой оказывается втянутым в круговорот политических событий, разворачивающихся в 1960-х и нарушающих его привычный и пристойный образ жизни. Своим успехом Юэн МакГрегор обязаны режиссеру Дэнни Бойлу и продюсеру Аллану МакДональду. Их ленты «Неглубокая могила» и «На игле» сделали молодого актера из шотландской глубинки абсолютно культовой фигурой. Желание стать актером появилось у Юэна МакГрегора в раннем детстве, когда он увидел своего дядю актера и режиссера Дэнниса Лоусона в фильме «Местный герой». К девяти годам мальчик точно решил для себя, что непременно станет актером. В 1993 году перед окончанием лондонской школы музыки и драмы Юэну предложили роль в сериале Дэнниса Поттера «Губная помада на твоем воротничке». И он, предпочитая съемки в сериале, диплом так и не получил. Спустя год молодой актер снялся в триллере режиссера Дэнни Бойла «Неглубокая могила», премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Португалии, где картина была признана лучшим фильмом года. А после роли наркомана в фильме «На игле», а все того же Бойла, к актеру пришла широкая известность, третьей совместной работой Макгрегора и Бойла была фантастическая мелодрама «Жизнь хуже обычной». В 1997 году Макгрегор был приглашен на эпизодическую роль в сериал «Скорая помощь», после чего последовала череда более или менее проходных фильмов. Череду неудач прервал блокбастер Джорджа Лукаса «Звездные войны», сделавший Макгрегора звездой мирового масштаба и закрепивший за ним статус одного из наиболее популярных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. В «Звездных войнах» Юэн сыграл роль Оби-Ван Кеноби в первых трех эпизодах саги, вскрытой угрозе, атаки клонов и мести ситхов. Затем Макгрегор открыл публике свой музыкальный талант, снявшись вместе с Николь Кидман в мюзикле «Мулин Руш», а чуть позже принял участие в съемках военного боевика Ридли Скотта «Черный ястреб». Юэн Макгрегор сыграл более чем в двух десятках картин, среди которых наиболее заметными стали фильмы Тима Бертона, «Крупная рыба» и Вуди Алина «Мечта Кассандры». Он также снялся в фильмах «Молодой Адам», «Остров», «Ангелы и демоны», «Я люблю тебя, Филипп Моррис», «Последние чувства», «Начинающие», «Нокаут» и «Великий притворщик». Тем временем студия Дисней подготовила очередной подарок для малышей. В разработке мультипликаторов новая история приключений отважного маленького самолетика по имени Дасти, который стал уже знаменитостью благодаря участию в воздушных гонках. Новая серия мультфильма расскажет об элитном отряде отважных борцов с лесными пожарами. Когда завоевавший мировую славу авиагонщик Дасти Полейполе узнает, что из-за повреждения двигателем больше никогда не сможет участвовать в профессиональных соревнованиях, он решает направить свой талант в другое русло и присоединяется к мощному пожарному вертолету, потушившему вместе со своей командой не один лесной пожар. Столкнувшись лицом к лицу с неуправляемой стихией, Дасти вдруг понимает, что значит быть настоящим героем. На данный момент уже стал известен российский состав артистов дубляжа. Дасти Полейполе вновь заговорит голосом Константина Крюкова, а Анна Ардова озвучит общительную и суперэнергичную плюшку из команды отважных борцов с огнем, вместе с которой главный герой отправится тушить лесные пожары. Для Анны это не первый опыт в дубляже. В прошлом году на экраны вышла анимационная картина «Университет монстров», в которой актриса подарила свой голос Шерри Склизли. А между тем, студия Lionsgate дает ход голливудской версии прошлогоднего мексиканского хита «Инструкции не прилагаются». Для работы над сценарием переделки продюсеры приглашают Кита Мэрримана и Дэвида Ньюмана. Эти сценаристы зарекомендовали себя работой в таких комедиях, как «Секс по дружбе», «Думай как мужчина» и его сиквели. Напомним, что мексиканская комедия Эухенио Дербиса «Инструкции не прилагаются» стала самым прибыльным испаноязычным фильмом в США. Картина за пять недель проката собрала около 40 миллионов долларов, обогнав прежнего рекордсмена, легендарный лабиринт Фавна Гильермо дель Торо. Кроме того, фильм «Инструкции не прилагаются» стал четвертым в рейтинге самых прибыльных лент на иностранном языке, когда-либо попадавших в американский прокат. Его смогли обогнать только классические ленты, крадущийся тигр, затыявшийся дракон, жизнь прекрасна и герой. Напомним, что главным героем этой истории является плейбой из Акапулька, жизнь которого изменилась самым кардинальным образом, когда ему на пороге вручили грудного младенца со словами «Это твоя дочь». Голливудские киностудии, наконец, смогли приобрести права на адаптацию научно-фантастического рассказа Орсона Скотта Карда «Соната без сопровождения». Режиссером и сценаристом фильма выступит Ярон Зильберман. Именно этот кинематографист, автор музыкальной драмы «Прощальный квартет», смог произвести впечатление на писателя, прежде отвечавшего отказом на предложение голливудских студий об экранизации своего произведения. Я буду с нетерпением ждать выхода фильма в прокат. «Соната без сопровождения» — мой лучший рассказ. Я рад, что эта история оказалась в руках единственного режиссера, который сможет подарить зрителям незабываемое зрелище, успешно сочетающее визуальную и аудиальную составляющие. Опубликованный в 1979 году в журнале «Омни», рассказ был номинирован на престижные премии «Небюла и Хьюго». В центре сюжета композитор Кристиан Харлдсен, который ни разу в своей жизни не слышал чужой музыки. Когда он, наконец, знакомится с творчеством Иоганна Себастьяна Баха, наблюдающие за ним блюстители закона запрещают ему создавать новые композиции. Я очень люблю этот наводящий на размышления рассказ. Мне не терпится перенести на экраны увлекательную историю о борьбе одаренного композитора с запретом на создание музыки, сохранив при этом занимающие центральное место в сюжете уникальные научно-фантастические идеи. К сожалению, время, отведенное для нашей передачи, подошло к концу. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Смотрите нас, и вы узнаете все о качественном кино. Субтитры создавал DimaTorzok